Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас в студии канала ТВЛ и приглашаем к просмотру информационного выпуска новостей. С вами Виктория Алешина. Итак, главные темы дня. Важный этап. В городском лицее выбрали президента. Быстрыми темпами глава проверил ход капитального ремонта школы номер 16. 30 сентября в Доме культуры отметят День пожилого человека. Ко дню Московской области в Доме молодежи состоялся круглый стол. Порядок на первом месте. Глава провел пятничный объезд городских территорий. До и после. Работа администрации по итогам объезда. С комфортом для жителей. Сергей Дорофеев проверил благоустройство берега озера Стахановское. Программа «Духовные беседы». Полезные рецепты с Натайлой Барановой. Прогноз погоды. Как стать президентом? Ответ на этот вопрос знает учащийся городского лицея. С результатом в 27,8% голосов избран президент лицейской республики. Прямое голосование прошло с соблюдением избирательного права. Каким должен быть школьный лидер? Ответ на этот вопрос каждый школьник нашел еще до того, как поставил заветную галочку. На такой высокий пост своей кандидатуры выдвинули 8 учеников с 7 по 11 класс. Я очень люблю участвовать и быть активисткой во всей школе. И мои одноклассники решили то, что нужно именно меня продвинуть в президенты. Решила баллотироваться, потому что вижу в себе потенциал. Думаю, что могу сделать лицей лучше. Могу ввести много всего нового и интересного. Буду представлять интересы учеников. И думаю, что достойно могу с этим справиться. Я решила баллотироваться, потому что я уверена, что смогу сделать все лучшее для лицея. Я справлюсь с обязанностями президента, потому что уже на протяжении всей школьной жизни своей я всегда справляюсь с обязанностями. Я ответственная и смогу все сделать для лицея, сделать его лучше. Выборы состоялись 23 сентября. А перед этим событием кандидаты вели активную агитационную работу, проводили дебаты с избирателями, в ходе которых знакомили всех со своими предвыборными программами. В мою предвыборную программу входит совет помощи, где ученики старших классов будут помогать учащимся младших классов, поддерживать их успеваемость. А также я хочу, чтобы приглашали специалистов в разных областей и помогали ученикам выбрать свой верный путь в дальнейшей жизни. Ответственность на ребятах очень большая. Кандидаты обещают светлое будущее. Предвыборная программа каждого обширная. В ней учащиеся озвучили интересные моменты, касающиеся школьной жизни, а некоторые предложили и новшества. Я баллотирую с президентом ООО «Лицей», и мы с моей командой хотим ввести что-то новое в жизнь лицея. К примеру, мы предлагаем добавить школьные вечеринки и тематические вискотеки. Также мы предлагаем добавить мисс и мистер школы. Также мы хотим создать школьное радио, где будут проводиться новости школы. И создание комнат, где дети могут после учебных занятий играть в настольные игры. Мы голосуем за Евгения Замятина. Буду устраивать всяческие разные мероприятия по улучшению жизни лицея. Будут турниры по мобильным играм. Брау Старс, ПАПК, Стенд-Офф-2. Может какие-то... Ну, буду реализовывать, стараться реализовывать программы других кандидатов, которые не пройдут или пройдут вместо меня. Расширить физкультурные соревнования и добавить новые секции, сократить время урока, дополнить меню бургерами, разнообразить школьную жизнь дополнительными кружками, караоке и музыкальными вечеринками, проводить масштабные общешкольные мероприятия, ввести день без формы. Так что избирателям пришлось подумать. Самый хороший кандидат, который способен на это, из нашего класса причем. Этот человек очень давно занимается такими делами, как помогает учителям больше всего, особенно классному руководителю, как вторая рука. Я считаю, что Алина очень добрая, хорошая, и она будет очень хорошим президентом школы, и она участвовала в многих конкурсах, поэтому я буду голосовать за нее. Алина очень находчивый человек, и я уверена, что она сможет решить любую проблему, которая может появиться. Я выбираю Аню, потому что она ответственная и честная. Я выбираю Аню, потому что она целеустремленная и ответственная. Я выбираю Аню, потому что она всегда справляется со своими обязанностями. Я выбираю Аню, потому что она очень хороший лидер. Я дирю президент из белой школы лучшей лета! В корпусах Альфа и Бета были развешаны предвыборные агитационные плакаты, изданы брошюры и листовки. В решающий день, когда ребята по-настоящему будут голосовать, то есть по спискам избирателей, а избирателями у нас являются ребята с 7 по 11 класс, и учителя, они будут выбирать будущего президента лицейской республики. В чем заключается функция президента? Что он будет делать? Президент очень плотно контактирует с администрацией лицея, выдвигает свои предложения по улучшению и качества образования, и качества проведения школьных и внешкольных мероприятий. То есть он полностью участвует в организации процесса учебно-воспитательного лицея. В день выборов в школе царил небывалый ажиотаж. Учащиеся активно обсуждали свой выбор. Ребята голосовали активно, заполняли бюллетени и опускали в ящик. Весь процесс был проведен в строгом соответствии с законом о выборах. Как и в большой политике, голосование тайное, и его итоги подводила специальная избирательная комиссия. Хотя все кандидаты были достойны, по итогам голосования президентом школьного ученического самоуправления большинством голосов была избрана ученица 11-го К-класса Алина Дмитриева. Утром в понедельник перед началом занятий инаугурация избранного президента состоялась в холле корпуса Бета. Волнующей частью мероприятия стал гимн и поднятие флага. Торжественная церемония прошла при участии не только обучающихся педагогов, но и специальных гостей. Собравшимся были представлены претенденты, принявшие участие в президентской гонке. В ходе мероприятия огласили результаты голосования и назвали имя победителя. Я хочу поблагодарить ваших одноклассников, родителей, всех, кто принимал участие в организации этого мероприятия. И с большим трепетом объявляю, что в честной борьбе победила у нас Дмитриева Алина, 11-й класс. Алина, мы вручаем тебе символ президентской власти, символ доверия власти. И уверена, что ты с честью пронесешь это имя. Это удовлетворение. Перед лицом присутствующих президентом была произнесена торжественная клятва, обещания и теплые слова в адрес избирателей. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживал меня, кто пришел меня поддержать, и тем, кто отдал свои голоса на выборы за меня. Я очень рада, что я нашла группу единомышленников. Вместе с вами мы сделаем жизнь лицеистов достойной и познавательной. Наши школьники на пару дней ушли с головой в политику. Пусть она и в игровой форме. Ребята поняли, что такое выборы, зачем они нужны, почему важно иметь активную гражданскую позицию. Кандидаты получили хороший опыт. Я считаю, это сделано правильно, потому что патриотическое воспитание нашей молодежи должно находиться на достойном уровне. Конечно, такие мероприятия настраивают нашу молодежь, зачастую гордость за свою родину, потому что у нас великая страна, великая история, и мы это должны сохранить через многие-многие поколения. И, конечно, без нашей молодежи мы это не сделаем. Мы поздравляем нового президента со вступлением в должность. Это огромная ответственность и счастье быть президентом такой школьной республики. Это возможность на деле проверить свои силы, знания, идеи. Желаем, чтобы каждый день приносил новые победы, а школа, благодаря усилиям педагогов, учащихся, активистов и родителей, развивалась и крепла. В рамках государственной программы Московской области образования Подмосковья в городе проводится капитальный ремонт школы номер 16. Ход выполненных работ на контроле у администрации. 23 сентября глава города Сергей Дорофеев вместе с представителями администрации посетил школу номер 16. Проверяющие увидели, как продвигаются ремонтные работы, задали вопросы представителям подрядной организации, пообщались с директором учреждения и родителями. Строительная готовность объекта составляет 63%. Сотрудники подрядной организации ведут работы как снаружи, так и внутри здания. Работы на кровле завершены, пластиковые окна установлены, продолжается электрическая установка кабелей и связанных с ним устройств. В кабинетах ведется финишная отделка декоративными панелями. В санузлах укладывают плитку. На объекте задействовано 130 рабочих. Работы ведутся согласно графику. Напомним, в школе номер 16 планируют обновить фасад, перестроить внутреннее пространство помещений, заменить инженерно-коммуникационные системы и мебель, а также закупить оборудование для создания формирования комфортной среды и учебного процесса. В классах постелят линолеум, на лестничных маршах положат плитку из керамогранита. Увидели, что уже электричество проведено. Панели, декоративными панелями кабинеты уже отделываются. Идет установка навесных систем для прокладки уже потолков Армстром, которые водят. Наружные работы уже практически проходят завершение. Кровля готова 100%. Полная строительная готовность на сегодня 63%. Поэтому продолжаем непосредственно участвовать и контролировать ход событий. И самое главное, чтобы, конечно, наши коллеги не отошли от тех технических решений, которые были изложены в проекте. И, соответственно, контролируем качество проведенных работ. В пятницу, 30 сентября, 14.00, в Доме культуры пройдет традиционный праздник возраста мудрости, посвященный Дню пожилых людей. Гостей ждет праздничный концерт, на котором выступит Государственный оркестр «Гуслиры» в России. 21 сентября в Доме молодежи состоялся круглый стол, посвященный предстоящему Дню Московской области. Представители молодежи обсуждали теорию возникновения государства. Провели интеллектуальную викторину. На встрече присутствовал глава города и представители администрации. Вначале специалисты Дома молодежи рассказали о теории возникновения государства, понятии генезиса, признаках и формах государства. В широком смысле государство – это исторически сложившийся политический институт, обладающий верховной властью на территории страны, призванный обеспечить безопасность и права граждан, а также управление страной. В узком смысле государство – это аппарат управления обществом на определенной территории. В своем докладе руководитель волонтерского объединения «Я волонтер» Ольга Шацких рассказала о наиболее популярных молодежных общественных организациях Московской области, молодежном парламенте и его основных задачах, палате молодых депутатов при Мособлдуме, общественной палате, молодежном медиа-центре, военно-патриотическом движении «Юна армия», волонтерской деятельности, которая является основным из направлений реализации региональной молодежной политики. После молодежь и взрослые сразились в интеллектуальной викторине «Своя игра». В списке вопросов – государственное устройство Российской Федерации, точный счет, поиск ошибки, задание – узнать по фото. Назовите шесть типов субъектов. Область, край, город федерального значения, основная область, округ, участники круглого стола провели время за интересной беседой. Сергей Дорофеев поблагодарил всех представителей молодежи за активную гражданскую позицию. Сергей Дорофеев провел пятничный объезд городских территорий. Дополнительный формат объезда включает в себя инспекционные мероприятия, сформированные на основе комментариев жителей, поступающих через портал «Добродел». В первую очередь посетили зону отдыха «Город сказок». Замечание глава выявил сразу при входе на территорию. «Вот смотри, сразу начинаем. Вы вот это либо обрежьте, либо подсыпьте. Дальше смотри, забор я вот даже не буду. Ты, вы пройдитесь, такое ощущение, что смотри, он уже весь лежит. Ну, вы в таком случае, либо, если невозможно, его закрепите. У нас смета предоставлена. Ну, вы тогда уберите, либо, если невозможно восстановить, уберите их, чтобы он не валялся». Пешеходную дорожку необходимо привести в порядок. Она изрядно заросла травой. Прополоть, снять слой, выровнять поверхность, подсыпать песок. Заменить информационный щит, который расположен неподалеку. На одной из беседок сломаны доски. Внутри много мусора. Печь в полуразрушенном состоянии. Некоторые деревянные ограждения по периметру вырваны. От горки отваливаются элементы. Территория между магазином «Да» и детским садом «43» нуждается в уборке. Здесь бутылки, пачки из-под чипсов и много прочего мусора. На улицу Ухтомского пообщались с жителями дома «21». «Какая у нас проблема? Мы тут уже заселились, не так много жителей здесь живет, но все-таки живут. Там многие с детьми, с маленькими. И у нас вот здесь не горит ни один фонарь. И приходит, когда ночь. Мы стараемся дома выходить. Стараемся страшно. Да, потому что ближайшее освещение вот от той только дороги. Здесь, ну, как бы лес. И нам тут вообще очень комфортно в этом плане. Поэтому хотели бы вас попросить что-то с этим сделать. Ну, сделаем. Я так понимаю, будем брать на баланс себе и подключаться уже. Когда мы сможем это сделать, Михаил Викторович? Ну, с заказчиком мы уже связались. Документы он готовит сейчас. По времени сориентируйте. Документацию. Ну, я думаю, до конца октября все сделаем. Ну, да. Хотелось бы что-нибудь. Стараемся. Ведем переговоры с ним по этому моменту. Кроме этого, определили места для проведения субботников. Силы участников будут направлены на приведение в порядок дворовых территорий, парков, скверов округа и территорий, прилегающих к водоемам. Заканчивается у нас сентябрь месяц и традиционно мы готовимся к проведению субботников. Сегодня объехали, наметили места проведения субботников. На сегодняшний момент уже четыре площадки, где мы будем наводить порядок. По итогам объезда подведомственные организации ведут непрерывную работу по устранению выявленных замечаний. Вашему вниманию некоторые из них. На улице Советской, дом 1, где еще весной завершились работы по ремонту кровли, жители коллективно попросили навести порядок на прилегающей к дому территории. Здесь были участки, заросшие травой и мелкими кустарниками. Сотрудники жилищно-коммунальных организаций «Юг» и «Север» провели окос. На трассе М7 «Волга-Электрогорск» вдоль пешеходного тротуара наблюдали разрушение бордюрного камня. Сотрудники администрации обратились в адрес компании «Мосавтодор» о необходимости замены бортовых камней. С 21 сентября приступили к работам по восстановлению. В настоящий момент они еще не окончены. Продолжается преображение берега озера Стахановское. На территории появились площадки для выголособак, волейбола, детских игр. Глава города Сергей Дорофеев, представитель администрации, ежедневно контролирует ход строительных работ. Вместе с жителями города и представителем подрядной организации «Сплав» на строительном объекте побывал глава муниципалитета Сергей Дорофеев. На территории ведется монтаж малых архитектурных форм, игровых элементов для детской площадки, камер видеонаблюдения, проводят освещение. В зону отдыха завезли беседки, установили современный комфортный модульный туалет. Для создания яркой точки притяжения и фотозоны высадили многолетние травянистые цветущие растения. Благоустройство берега озера Стахановское идет с опережением графика. Работа ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Посетили традиционно наше озеро Стахановское. Прошли сегодня уже полностью, то есть благоустройство уже позволяет, сделанное на озере, пройти его от улицы Коржановского, дома 5, до улицы Ухтомского, 21. Посмотрели, что наши подрядчики уже высаживают цветы, то есть благоустройство подходит к завершению, завозят плодородный слой почвы. Побывали на событийной площадке, посмотрели, каким образом она оформлена. Интересная доска. Доска состоит из полимеров и древесины, очень сильно устойчивая к агрессивной среде. Что еще отметили? Устанавливаются малые архитектурные формы, завезли беседки. Стоят основы для беседок, их будет всего 5 штук. Посмотрели, что установлен немаловажный туалет в зоне благоустройства. Проект благоустройства данной территории – победитель 5-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работа ведется по государственной программе Московской области формирования современной комфортной городской среды. Благоустройство проводится с сохранением природных особенностей озера. А сейчас вашему вниманию новый выпуск программы «Полезные рецепты» с Нателлой Барановой. В этот раз готовим салат «Метелку». Легкое диетическое витаминное блюдо, получившее свое название, за способность эффективно очищать организм от токсинов и шлаков. Приятного просмотра! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем рубрику «Полезные рецепты». Ну, сейчас, как вы видите, за окном осень, похолодало, и нам с вами очень важно поддержать наш здоровый иммунитет. Ученые говорят, что весь иммунитет хранится в нашем здоровом кишечнике. Поэтому сегодня через полезные продукты мы с вами постараемся поддержать здоровье нашего кишечника. Сегодня мы с вами будем делать очень простой, но крайне полезный салат. В народе его называют салат «Метелка», потому что словно метла из нашего кишечника, он выгоняет все шлаки, токсины, все нехорошие процессы, трансформирует в нормальную работу кишечника, и следствие – хорошее самочувствие и крепкое здоровье. Итак, салат «Метелка». Из чего он состоит? А состоит он из самых полезных, на мой взгляд, в мире продуктов. Это сырые, очень доступные овощи. Это капуста. Я ее уже натерла и помяла для того, чтобы она дала сок. Капуста – невероятно полезный продукт. Я говорю именно о сырой капусте. Ее сок лечит последствия язв в кишечнике, в желудке, а также она богата практически всеми микроэлементами, макроэлементами, витаминами, которые так необходимы нашему организму. Второй ингредиент – это свекла. Говорят, что это самый полезный продукт на Земле. Поддерживает нашу печень, увеличивает гемоглобин в крови, поддерживает в здоровье наши сосуды. И еще много полезного всего не перечислишь в одном выпуске. Ну и, конечно же, морковь. Ее так любят и дети, и взрослые, если ее правильно приготовить. Тоже крайне полезно. Каротин и также огромное количество витаминов, которые так необходимы каждому из нас. Мы все это смешиваем и заправляем оливковым маслом. Оливковое масло также всем известно. Там огромное содержание антиоксидантов. Витамина Е, которая в свою очередь помогает усваиваться всем остальным витаминам. Это естественная цепочка, так необходима нашему организму. А также это помощь в работе сердечно-сосудистой системы, помощь в здоровых сосудах. Итак, мы начинаем. Я, как уже сказала, капусту я мелко нарезала, нашинковала, немного ее помяла, чтобы она дала сок. И я ее добавляю в нашу миску для салата. Туда же мы добавляем свеклу. Все в равных количествах. Все ингредиенты очень просты и все они в равных количествах. Это самый классический рецепт салата метелки. Вы можете добавлять сюда все, что вам нравится. Любые специи, еще есть много полезных масел, и мы также можем ими заправлять. Вы можете добавлять сюда исключительно сырые овощи, не вареные, не консервированные. Но достаточно вот этих трех. Можно приправить специями. Я добавляю своей любимой куркумы. И вот начинается самое финальное. Это заправка маслом. Мы очень щедро добавляем сюда оливкового масла, для того, чтобы весь салатик наш пропитался. Тщательно перемешиваем. И вот он уже такой получается яркий, красочный и очень аппетитный. Можно немножечко слегка подсолить или выжать сюда половинку лимонного сока. Можно не солить, потому что здесь есть естественные микроэлементы, которые, в принципе, для людей, которые не очень любят соль, будут заменять вкус соли. Потому что этот богатый вкус самодостаточен. Для того, чтобы создать еще более аппетитное настроение, я выкладываю сюда несколько веточек зелени. Ну и несколько помидорок. Просто помидорки черри, просто для вкуса. И у нас получается вот такой красивый, аппетитный салат. Можно проводить курс лечения. Например, в течение двух недель вы употребляете салат метелка один раз в день. Можно заменять обед или ужин. Либо можно совмещать. Съесть нужно как минимум 200 грамм салата метелки. И тогда через две недели вы почувствуете совершенно иное состояние. Прилив сил, хорошую работу кишечника, хорошую работу иммунной системы. Одним словом, вы ощутите себя здоровым человеком. На этом мы пока заканчиваем. Желаю вам здоровья, счастья и прекрасного настроения. До новых встреч! В завершении выпуска немного о погоде. В ночь на 27 сентября ожидается местами дождливая погода. Температура до плюс 8. Давление немного ниже нормы. Во вторник облачная погода. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. На этом у нас все новости на сегодня. Далее в эфире программа «Духовные беседы». Приятного вам вечера. В студии с вами была Виктория Алешина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова